Семенем Голштинизации Семенем Голштинизации Они приходят после отела, естественно, те, что были стельными, они, естественно, остались на ферме, они благополучно отелились, и они уже у нас сразу получают статус брак. То есть они не попадают в списки, в протоколы по воспроизводству. Они содержатся в отдельной секции, ну, понятно, в тех же дойных корпусах, но в отдельной секции. И, ну, они просто, как это принято говорить, додаиваются и покидают ферму в качестве зообрака. Вот, но у нас уже достаточное поголовье нителей и достаточное количество телочек, в том числе и потому, что мы активно работаем сексированным семенем. И уже с 2019 года мы прекратили, в принципе, завозить нителей. Ага. Вот, то есть на нашей ферме это практиковалось, ну, как и на многих других до сих пор. То есть ежегодно определенное количество нителей мы привозили из Голландии, из Дании. С 2019 года в этом необходимость отпала. И я думаю, мы уже к этому больше не вернемся. Вот, сексированное семя. Насколько эффективно и каков выход телочек? Мы можем уже, когда приедем на ферму, я могу показать им все протоколы, вот мы это можем посмотреть. Но большой разницы мы не видим, потому что это все работает в совокупности. Это должны быть здоровые животные, ассиминатор должен выполнять все протоколы и делать все по протоколам и четко, как это положено. И так, ну, в принципе, у нас процент стельных телок от числа ассиминенных по вот последним ректальным исследованиям, он порядка 58-60%. Там, где мы работаем только с сексированным семенем. То есть, выход телочек, правильно? Ну, сексированное семя – это как? Либо родится телочка, либо животное не станет стельным. Вот, вот, соответственно, вот если мы говорим 58-60%, то мы ожидаем от, условно, там, 10 животных вот такой выход именно телочек. Ну, мы на фирме можем еще потом, чтобы было наглядно понятно, о чем я говорю, мы можем посмотреть и Дерекомп, это программа по управлению стадом, с которым мы работаем. Плюс мы ведем очень много отчетов в Excel, ну, потому что нужна статистика, нужно понимать вообще, где мы находимся, чтобы понимать, как двигаться дальше и в какую сторону. Да, Марина Владимировна, ну, вот, 58-60%, а потом, вот, они не оплодотворились, да? Есть определенный, я понимаю, есть определенный протокол. Если мы говорим о телках, то есть мы начинаем осеменять с 13 месяцев возраст. Обязательные критерии – это вес, то есть, если, например, телка, ей только 12 месяцев, условно, но она уже по весу подходит под осеменение, мы осеменяем раньше. А какой вес? Тоже вам потом все покажу. Ну, сейчас, чтобы лишнего не сказать, 300, 340, 360. Угу. Ну, лучше перепроверим. Угу, хорошо. Да. Вот, то есть, если, например, она 12-12,5 месяцев, но уже она достигла необходимого веса для осеменения, мы осеменяем, почему? Чтобы, скажем так, лучше осеменить на месяц раньше, чем осеменять жирных телок. Угу. То есть, потом это грядет большими проблемами с таздоровьем, при отеле обязательно будут проблемы, и, соответственно, потом под вопросом сохранности уже отелившегося животного. Еще есть, там, параметры, там, рост в холке и так далее, но самый главный критерий – это вес. Угу. Вот, ну, с 12 месяцев мы начинаем уже фиксировать охоту, то есть, циклы. Для этого мы используем, естественно, краску, то есть, ежедневно осеменатор работает с краской и красит хвосты. То есть, каждый день это контролируется. Мы видим, что, например, там, телке 12 месяцев, она еще растет, вес еще неподходящий, но мы видим, что она вовремя приходит, циклирует, в общем, это называется, да, приходит в охоту. Это тоже все фиксируется. Это нам нужно для себя, опять-таки, чтобы понимать, правильно ли работает рацион. Угу. Значит, ей 13 месяцев, у нее правильный вес, нет каких-то проблем со здоровьем, в порядке все было с циклами, она переходит уже, условно, в секцию напротив, где с ней уже начинает работать осеменатор. Мы осеменяем телок три раза. Угу. Исключительно сексированным семенем. Раньше у нас был протокол два раза сексированным, третье – на зачистку, как бы, традиционным быком. Сейчас мы от этого ушли, мы осеменяем три раза, и если по каким-то причинам телка стельной не стала, выбраковка. О, ясно, ясно. А через какой период это происходит, вот, три осеменения? Ну, циклируют они через 21, по-моему, день, если мне память изменения. Ага, ага, ага. То есть нам очень… То есть через три недели… Нам очень-очень важно, чтобы дата плодотворного осеменения приходилась на возраст не старше 15 месяцев. То есть мы стремимся к возрасту первого отела в 23 месяца в среднем по году. Ага. Почему это важно? Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, это экономика. Ну, то есть если она по возрасту, по весу, по состоянию здоровья, она в состоянии стать стельной. Ну, там, если мы в 13 начали осеменять, то есть ближе к 14 месяцам, потому что у нас первое УЗИ на 35-й день. Соответственно, уже плюс-минус в 14 месяцев мы знаем результат. И как бы тёлка стала стельной, она у неё будет вовремя отёл, как бы нам хотелось в том возрасте. И, соответственно, она сразу же пойдёт доиться, давать молоко, а мы будем зарабатывать деньги. И давать молоко, она будет сколько времени, сколько лактации? Значит, опять же вернёмся к воспроизводству. Животное отелилось. На следующий же день из родилки оно переезжает в дойные корпуса. Группу новотёла мы содержим отдельно 7-10 дней. В это время есть, опять же, определённый протокол у ветеринаров работы с новотёлом. То есть мы практически полностью ушли от внутриматочных препаратов. Там стараемся, ну, только в случае крайней необходимости работать с антибиотиками. То есть, по сути, протокол работы с новотёлом – это ежедневный ректальный массаж, измерение температуры, и по протоколу в определённые дни колят сокращающие препараты. Ну, то есть мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы животное как можно быстрее восстановилось после отёла. И если нет никаких проблем, то, условно, после 10-го дня она уже переходит в другую группу, и мы даём ей время восстановиться до следующего осеменения. У нас добровольный период ожидания – 68 дней. Ну, это, естественно, по факту это выходит 68-74, потому что невозможно же подгадать. И потом уже они опять переходят в группу, где с ними работает ассиминатор. Кто-то, конечно, осеменяется сразу же по первому разу, но у нас есть определённое… Мы работаем с гормонами, у нас оффсинг и дабл оффсинг, то есть мы синхронизируем животных. Плюс к тому, что ассиминатор, конечно же, работает ещё по выявлению, то есть добровольно. Вот, но там есть определённые у него протоколы. И получается, что первое осеменение, опять же, уточним, чтобы я ничего там лишнего не сказала, неправильного, если мне не изменяет память, где-то к 100, по-моему, 44-му дойному дню. Кто плодотворно осеменился, стали стельными, и на запуск они уходят на 220-й, да, 220-й дойный день. Ну, а я к чему… Вот говорят, что чем больше молока даёт, тем сложнее. Проблем больше с коровой и с отёлами, и с осеменением сложнее. Вот высокопродуктивной, дескать, её сложно осеменить. Она всё нацелена на производство молока, а не на детей, да, или нет? Ну, нет, но мы, во всяком случае, этого не замечаем. Ага, интересно. Интересно. Да, то есть вы высокопродуктивные, они также нормально осеменяются и дают подросток? Любая корова будет нормально осеменяться, если у неё нет проблем со здоровьем, вот, а проблем со здоровьем у неё не будет в двух случаях. Если её правильно кормят, вот, и если правильно соблюдаются все ветеринарные протоколы по, в первую очередь, ну, профилактике новотёра. Ага, ясно. А осеменением кто занимается? Ваши специалисты или бюджетные? У нас есть специалисты, нет, 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 нет. Своев, специалист, осеминатор, ну, вообще, очень неплохой ветврач. И вот буквально с мая месяца он занимается исключительно осеменениями. Показатели выросли в разы. Угу, угу. Да. А топ-10 быков, это тоже относительно недавно? С фирмой Genix мы изначально начали работать, то есть сразу же, тоже где-то, может, с апреля, с апреля 2018 года. Но мы не сразу пришли к этим топ-10, потому что, ну, были всякие животные, да, и сементалок было много, и, ну, были вопросы. То есть мы не брали там, конечно, самое-самое там какое-то плохое, но мы держались на таком хорошем среднем уровне. А сейчас, когда уже у нас рождаются дочки чистых галштинок или тех же там, например, уже поместных, то есть, где есть прилитие сементальской крови, но тем не менее, там уже сидят хорошие галштинские быки, да, для них уже, да, мы начали топ-10. Вот с этого, может, последние, наверное, полгода мы полностью перешли. Сексированным семенем тоже давно работаем, но последние полгода мы стали брать только вот топ-10. Это намного дороже, вот с чем можно было бы сравнить топ-10? Ну, сейчас же с этим курсом евро все как-то сложно, но вот если говорить о старом курсе, если, допустим, неплохой, хороший, средний бык, доза стоит там, ну, пускай 500-700 рублей, да, в целом по рынку, я сейчас не конкретно за какую-то компанию, а где-то же там все равно цены плюс-минус одинаковые. То сексированное семя – это полторы-две. А сексированного нетоповых не бывает. Ну, иначе зачем? Поэтому как-то так. Это ассиминаторская на коровах, на тёлках своя отдельная ассиминаторская, потому что, ну, непрактикуем мы носить семя через всю ферму, то есть чем раньше оно в нужной температуре попадёт туда, куда надо, тем выше процент стельности. То есть это тоже влияет с азотом, где хранится семя, это размораживатель семени, ну, это самые необходимые там инструменты для ассиминатора. Собственно, ничего необычного. Вот это та самая краска, которая нам нужна для выявления. И пипетки для осеменения. Чем вы сейчас занимаетесь? На данный момент у нас проведение ультразвукового исследования коров на стельность. То есть мы УЗИ аппаратом их обследуем, и с 35 по 40 день после осеменения мы выявляем, кто из них стельные. То есть это скорее контроль качества, ещё не только контроль стельности, но и контроль качества выявления охоты. То есть те коровы, которые не пришли в стельность, но при этом не проявили охоту, мы своевременно выявляем, ставим на гормональные схемы. Ну, в общем, делаем всё, чтобы интенсифицировать процесс воспроизводства на ферме, чтобы у нас как можно больше выход был телят за крайне короткий промежуток времени. Расскажите, что за аппарат УЗИ у вас? С чего он состоит? Это аппарат УЗИ фирмы Эзискан, производства в Великобритании. Значит, из чего он состоит? Это основной блок операционный, в нём установлен Wi-Fi модуль. То есть этот Wi-Fi модуль транслирует сигнал, который обрабатывается с датчика на очки. Также он может ретранслировать этот сигнал через Wi-Fi на мобильные телефоны. То есть неважно, какая операционная система, iOS, Android, неважно. Устанавливается специальная программа, которая подключается через Wi-Fi к УЗИ аппарату и выдаёт картинку на экран мобильного устройства. Это может быть не только телефон, это может быть планшет. Ну, на Windows не знаю, эта программа ставится или нет, но может быть планшет опять же на Android, на iOS, без разницы. Давно вы этот аппарат использовали? Ну, уже не менее полугода. А до этого чем? До этого использовали более простой аппарат, ферма Драминский, производства Польша. Ну, там, как вы понимаете, то есть он был более дешёвый. Естественно, там на экране выдавалось больше артефактов, так называемых, то есть помех. Поэтому качество выявления было ниже. Плюс здесь, так как здесь очень качественная картинка и так как можно транслировать на телефон, то есть я могу идти делать УЗИ. Второй врач идёт опять же с мобильным устройством, смотрит на своём экране. И если возникают какие-то непонятные ситуации, мы можем прямо на месте провести консилиум, то есть выяснить, что же на самом деле мы видим. То есть это или какая-то патология, или это же что-то нужно, да, обследовать и так далее. Сейчас синхронизация уйдёт. Вот она, у кого постельная, уже на... Телка, это... Кресля, тёлка. Тёлка стельная уже... Сколько уже, 37 дней после работы? Ну, скажем так, у неё месяц и неделя после работы, но уже можно на этом МУЗИ аппарате проявить сердце бенеет. То есть сейчас мы можем провести сопряжение телефона с МУЗИ аппаратом. Вот это как раз биение сердце бенеет. То есть этот аппарат крайне высокоточный, поэтому даже у месячного плода можно выявить всё вводное сердце бенеет. То есть аппарат по водной вводе. То есть мы можем своевременно принять меры для сохранения стельницы. То есть мы проводим гормональное лечение. И благодаря гормональному лечению мы, скажем так, повышаем сохранность плода. А, вот хвосты. Это даже не корова, это тёлка. Так точно. Да, да. Ну ладно, ничего страшного. Покрашивать. Покрашивать. Отвечайте. Значит, по плану покраски это дополнительная помощь для нас для выявления охоты. То есть, как мы знаем, охота это поведенческая реакция перед овуляцией и во время овуляции. Если же животное приходит, допустим, охоту ночью. Особенно это важно в жаркую погоду, когда животное не делает много садок. То есть, до утра оно может сделать свои 10-15 садок и лечь отдыхать. И мы никак не сможем не выявить охоту. Естественно, мы пропустим животное в охоте. Естественно, это опять же растягивает сервис период. Это большой убыток для фермы. Так как мы применяем краску, то даже если мы лично не можем выявить поведенческую реакцию, мы обнаруживаем, что те коровы, которые не были в охоте, у них хвосты с краской. Те же коровы, которые были в охоте, на них другие животные запрыгивают. Это одно из поведенческих проявлений охоты у коров, у телок. И так как на них много раз напрыгивают, краска стирается. Это специальная порошковая краска, которая достаточно легко стирается. Но при этом нужно все равно множество осадок для того, чтобы проявилось стирание покраски. То есть, ну, скажем так.